Продолжение следует... Мы общаемся в рамках, так скажем, онлайн, в рамках компьютера, но и пообщаемся уже в режиме длительного времени между собой. Всегда приятно приезжать в город Санкт-Петербург, несмотря на то, что сейчас там сильно жарко, но у нас тоже не холодно, хотя мы и живем в Сибири. Ну, мой доклад, он больше посвящен, наверное, прикладным аспектам онкоиммунологии. И он посвящен тому, что вот буквально недавно те аспекты, которые мы постоянно докладывали по изучению состояния иммунной системы, каким образом это сегодня входит в клинику. Я надеюсь, что в ближайшее время в связи с бурным развитием онкоиммунологии, онкоиммунологических применения препаратов, вот эти подходы также займут достойное место при лечении больных, ну, в данном случае онкопатологии. Не могу не сказать о еще одном аспекте, который выявился буквально в последний год. Мы все привыкли к тому, что вот эта коронавирусная инфекция, она там поражает легкие, она поражает печень, какие-то другие органы и системы. Но мы забываем, что одна из основных мишеней вируса коронавируса, искусственный он или там природный, но его одна из основных мишеней – это иммунная система. При этом вот мы сегодня проводим, продолжаем проводить исследования по изучению показателей иммунитета у больных, перенесших ковид в ранний период, в поздний период. Я ответственно могу сказать, что если какие-то органы и системы, они восстанавливаются, ну, не так легко, но все-таки они восстанавливаются, ну, очень сложные вопросы, связанные иммуновосстановлением, иммунореабилитацией. Я вот сегодня уже, Надежде Викторовне, озвучил вот эту цифру, что более чем у 60% больных, перенесших ковид, мы диагностируем снижение популяции НК-клеток. Поэтому, уважаемые мои коллеги-онкологи, в ближайшее время вам предстоит работать еще больше, потому что, ну, НК-клетки – это один из уровней, один из важнейших клеток, которые обеспечивают борьбу с онкопатологией. Поэтому вот в связи с этим еще раз не вызывает сомнения, что у онкологических больных требуется коррекция иммунных нарушений, и здесь мы с вами сталкиваемся с разными проблемами, с разными причинами. Ну, прежде всего, в настоящий момент мы имеем большой арсенал иммуноактивных препаратов, и вот мы попытались их каким-то образом квалифицировать с позиции, как раз вот клинических позиций. Так это, скажем, достаточно новый наша презентация, новый подход. Мы делим все иммуноактивные препараты по механизму, по локализации их действия на локальные, системные, и делим по механизму действия на иммуностимулирующие, иммуно-депрессивные, заместительные, таргетные и клеточно-тканевую терапию. По сути дела, вот с позиции как раз врача, с позиции врача, может быть, даже не иммунолога, очень многие препараты уже они находят свое применение в клинической практике, и мы ими пользуемся в большом объеме. Но если это касается препаратов локальных, это не столь важно, потому что это все-таки прежде всего мукозальный иммунитет, и так или иначе здесь помимо иммунной системы есть у нас мощные барьерные функции, то вот для системы системных препаратов возникают определенные проблемы. Почему? Потому что иммунная система – это система многокомпонентная, эшелонированная, она конкретным образом реагирует на определенный патоген, и исходя из этого нет, по сути дела, единого сценария какой-либо реакции на какой-то либо патоген или онкологическую проблему. По сути дела, каждый человек имеет определенный свой спектр, определенную свою реакцию на практически одну и ту же патогенную единицу. Исходя из этого, еще важно, необходимо определить, что различные препараты, они также действуют на различные аспекты иммунной системы, и в конечном итоге нам необходим какой-либо инструмент, который бы все соединил, все вот эти составляющие. И в качестве такого инструмента предлагается применение, так называемой, топической диагностики иммунных нарушений. Ну, я, наверное, уже… Это не новость для вас, и вы об этом уже слышали уже не первый год на наших конференциях. Единственное, что я еще раз хотел бы сакцентировать внимание, именно на ту технологию, которую мы предлагаем при иммунореабилитации, иммуновосстановление как раз непосредственно больных после проведения операционных вмешательств, после проведения иммуноактивной терапии препаратами онкоиммунологическими, химиотерапии, лучевой терапии. Так вот, хотелось бы обратить внимание, что важнейшим является распознавание и блокирование так называемого синдрома системно-воспалительной реакции. Почему? Потому что локальное воспаление, системное воспаление, оно вносит большое влияние вообще на течение любого патологического процесса. Ну, опять же, вот сейчас, если вернуться к ковиду, наверное, каждый утюг рассказывал нам о цитокиновом шторме, и аналогичные клинические синдромы мы наблюдаем у больных с онкопатологией. Поэтому вот первый этап в любой, так или иначе, иммунокоррекции, необходимо уделить внимание как раз вот этим противовоспалительным мероприятиям. Второй этап, это непосредственно связан с применением системных иммуностимуляторов, и в данном случае важнейшим здесь является применение, изучение, опять же, оценки состояния иммунной системы, и в дальнейшем уже табическая диагностика и таргетная терапия позволят нам в точном режиме проводить непосредственно коррекцию иммунных нарушений. Вот исходя из этих постулатов, исходя из этой технологии, нами проведены исследования в клинике. Хочу обратить внимание, что эта клиника частная, и это связано с тем, что, к сожалению, достаточно сложно внедряются принципы иммунореабилитации, иммунотерапии в практическое здравоохранение. Мы на сегодняшний момент не имеем никаких либо рычагов, прежде всего финансовых рычагов, чтобы осуществлять эту работу в системе обязательного медицинского страхования. Вот под нашим наблюдением на сегодняшний момент наблюдается 41 пациент с различными локализацией, различной стадией онкологической патологии. На первом этапе мы всем проводим оценку системного воспалительного ответа. И вот обратите внимание, что в 93% случаев мы эту симптоматику наблюдаем. И уже на первом этапе, проведя коррекцию, мы получаем хороший и клинический эффект, связанный с блокированием вот этих всех воспалительных процессов. На втором этапе с использованием как раз непосредственно иммунологических исследований, и мы корригируем уже патологию, связанную непосредственно с нарушением работы функции иммунной системы. Здесь в основном используются известные вам и разрешенные применению препараты. Это цитокины и колоннестимулирующий фактор, альфа-гамма-энтерфероны и энтерлекин второго типа. Ну и в дальнейшем, осуществляя этапическую диагностику, да, мы сегодня имеем возможность диагностировать вот эти нарушения, но, к сожалению, у нас нет доступных инструментов, я еще раз повторяю, мы частная клиника, у нас нет доступных инструментов для проведения вот такой таргетной терапии, потому что, ну, в частном порядке безумно дорогие эти препараты, поэтому, опять же, мы используем цитокины, я их уже ранее озвучивал, и наблюдаем при этом, что эффект от проведения их достаточно хорош, и я вот не побоюсь представить вам кривые выживаемости с использования технологии вот этой персонифицированной иммунореабилитации больных онкологического профиля. Я считаю, что это достаточно выраженные интересные цифры, которые должны убедить того, что имеют право использования этой технологии для решения проблемы иммунореабилитации. Ну, работа представлена нашим коллективом авторов, я надеюсь, что в октябре месяце у нас создаётся конференция традиционная, согласно нашего графика, в октябре конференция по иммунологии, и там у нас, как всегда, существует большой хороший раздел по онкоиммунологии, куда я вас всех приглашаю, всех приглашаю, надеюсь, что вы к нам приедете. Спасибо за внимание. Продолжение следует...